Всем привет! Меня зовут Дмитрий Роденко, я основатель сообщества SaaS Founders, помогаю фаундерам IT-компаний находить новых крупных клиентов с помощью лидогенерации в LinkedIn. Давайте сегодня поговорим про необходимость адаптации к новым языкам и технологиям. Регулярно появляются новые решения, новые платформы, новые языки. И перед фаундерами IT-компаний возникает вопрос, условно говоря, а с тем листэком мы работаем, и нужно понимать, а когда мы будем меняться, когда мы будем нанимать людей с новым стэком и так далее. Здесь очень важный вопрос. Посмотрите, насколько сильно за 20 лет изменился вообще ландшафт технологий. То есть раньше что это было? 20 лет назад PHP, Java, .NET, немножко JavaScript. Сейчас в основном JavaScript, Python и так далее. Ну и дальше уже там в зависимости от тех задач, которые компании решают. Соответственно, возникает вопрос. Именно с точки зрения рынка. Если мы предлагаем определенный стэк технологий, не выглядим ли мы динозаврами для рынка? Или наоборот, какие технологии надо выводить вперед? О чем нужно говорить с потенциальными клиентами? Что им показывать? Есть такая история. Какие плюсы использования новых технологий? Мы в тренде. У нас есть опыт в том, что новое, актуальное, популярное. Это привлекает клиентов. С другой стороны, использование проверенных технологий позволяет тем ребятам, у которых есть технический долг, у которых есть старые системы, которые надо апдейтить, которые надо тянуть и так далее, выиграть. У меня есть такие специалисты. Это может быть тоже вашим уникальным конкурентным преимуществом. Поэтому здесь вопрос в балансе. Вообще, что мы хотим и как мы планируем дальше развиваться. Как я для себя решаю этот вопрос, я регулярно мониторю вакансии по различным стэкам. Мне просто интересно, как меняются технологии. Я смотрю их на LinkedIn, я смотрю их на Glassdoor, на Indeed. И когда я вижу, что количество вакансий с определенной технологией становится все больше и больше и больше, трековых с определенной частотой. Когда я смотрю, что вакансии с определенными технологиями становится все больше и больше, и там реальный рост, а другие, предположим, вакансии с какими-то технологиями падают, соответственно, это может стать основанием для изменения рекламных материалов, для подбора новых сотрудников и так далее. Поэтому, если у вас есть вопросы по тому, как себя позиционировать, как находить себя и как правильно себя показывать клиентам, с какой стороны и каким образом показывать вашу уникальность, оно у вас 100% есть, внизу в описании будет ссылочка. Кликните, заполните информацию о себе, покажите, кто вы, чем вы занимаетесь, куда хотите, чему хотите прийти, и выберите время для созвона. Наши ребята помогут вам разобраться и подскажут некую стратегию, которую вы сделаете либо сами, либо с нашей помощью. Поэтому всем крупных контрактов, до скорой встречи, и желаю вашему бизнесу процветания и достойного уровня оплаты, достойных крупных клиентов.